Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и наконец-то буквально пару минут назад стартовал новый ивент Прогрестон Экспо. Главной наградой которого является контейнер Экспо, либо Т-42. Это абсолютно новый средний танк, 7 уровня премиумная машина. Что она собой представляет, мы с вами заценим в сегодняшнем видео, выкатим его из ангара. Что необходимо для того, чтобы закрыть всю данную цепочку, а здесь есть чем поживиться, то для того, чтобы забрать Т-42, вам необходимо собрать целых ребят, округляя 280 пригласительных билетов. А это 140 побед, потому что 2 билета получать будете пригласительных за каждую победу на танчиках от 4 по 10 левел включительно. Ну и соответственно 10 дней вам отведено, а значит 14 побед в день. Если вы хотите получить себе контейнер Экспо, а он мне кажется более интересным, чем Т-42, то вам необходимо сделать 480 пригласительных билетов. Ну соответственно вам необходимо будет 240 раз победить, а это 24 победы в день. Дальше вы уже считаете самостоятельно, насколько вам это по плечу и насколько вы хотите над этим потеть. Что касается контейнера Экспо, то в контейнере Экспо, ребят, вы можете забрать одну из премиумных, либо коллекционных машин, начиная от 7 левела и никаких тут бустеров и всего остального исключительно тачки. И это действительно очень хорошо. Кроме того, ребят, здесь есть объект 452К, абсолютно новая в игре машина, только появилась с выходом данного ивента. И обзор на данную машину уже есть у меня на канале, будет ссылочка в описании на данное видео. И вот здесь вот наверху она всплывет, смотрите, я думаю вы поймете о чем эта машина. Что касается всего остального, я думаю вы разберетесь самостоятельно, что вы получите из золотой коробки, ну а что вы будете получать из вот этой, которая значится как бесплатная. Но, ребят, забрать ее можете бесплатно только один раз, дальше за свободный опыт. Так вот, друзья мои, что меня еще заинтересовало здесь, помимо главных наград и того, что здесь есть. Здесь есть чем поживиться, есть киткоины, есть бустеры разные. Меня заинтересовала вот эта вот штучка. Что она собой представляет, я, честно говоря, так и не получ... Ну, как бы у меня не получилось понять, потому что получай пригласительные там и так далее, это способ получения. Это сюрприз во льду. Что это такое, непонятно, но в описании к этой штуке написано, что пригодится в конце года. Как я понимаю, друзья мои, вот эта вот какая-то эпическая штуковина, она, возможно, пригодится нам, когда будет новогоднее празднование. И там внутри, как я понимаю, находится какой-то приз. Что там внутри, непонятно. Но я ни в коем случае не рекомендовал бы данную штуку вам обменивать или продавать, когда она появится в вашем хранилище. Приберегите до зимних праздников, а там дальше разберемся. Продать, ребят, мы всегда успеем. Что касается машины, ребят. Машина интересная, машина прикольная, но только могу об этом судить исключительно по заявленным техническим характеристикам. Потому что специально не катал данную машину, для того, чтобы ощутить первое впечатление от данной тачки, именно заходя в бой тогда, когда она появится в игре. Я ее уже поднастроил под себя. Ну и что касается, ребят, характеристик по орудию, то здесь, в принципе, все очень хорошо сбалансировано. Комфортное заявленное время сведения, разброс неплохой. ДПМ-2200 для своего уровня, для среднего танка вполне себе приемлемый. Получаете данный ДПМ благодаря тому, что время перезарядки 6 секунд, а мне кажется, это будет очень комфортным. И средний урон 225 единиц, тоже довольно неплохо. Что касается бронепробития, то 160, мне кажется, все-таки маловато, особенно если к восьмеркам будет закидывать. Но все-таки есть кумулятивные на 243. В принципе, можно будет пободаться. Угол склонения орудия вниз минус 10. Но, ребят, есть и ложка дегтя. Угол склонения орудия, скорее всего, только для комфорта игры на неровностях, потому что играть, допустим, от башни у вас нормально не получится. 120 мм лоб башни забронирован. Ну, а что касается бортовой кормы башни, то здесь и того меньше. И огромное количество машин на уровне обладают более хорошим бронированием. То же самое касается и брони корпуса. Здесь тоже особо похвастаться нечем, потому что в корпусе во лбу 60 мм. Да, там явно есть приведенки и так далее. Но мне почему-то кажется, что это далеко не самая живучая будет машина в нашей игре. Внешний вид машины действительно на твердую пятерочку, а то и даже десяточку. Вот эти два шестиствольных пулемета. Жаль, их нельзя использовать в бою. Но было бы прикольно, согласитесь, гасить. И вообще, честно говоря, мне почему-то идет отголосок от Терминатора только в более каком-то таком футуристическом стиле. Но это мое впечатление. Пишите о своем. Где-то что-то вот такое вот пробегает. Хотя да, вот если сзади смотришь, то не очень. Ладненько, ребят. Терматика Терминатора давно ушла с одним из батл пассов. Но что-то здесь все-таки, блин, мне об этом напоминает. Отправляемся с вами в бой. Я не знаю, сколько времени сейчас балансеру будет необходимо для того, чтобы запихнуть абсолютно новую машину в катку. Да еще и с самого утра. Но я думаю, что стоит подождать. Пока мы ждем этого момента, приглашаю всех к себе на дискорд сервер. Там, где вы можете пообщаться с ребятами, которые разделяют любовь к танкам. Там вы можете похвастаться своими результатами, разместить свои реплеи, ознакомиться с новостями игры. Вне зависимости от того, на каком сервере вы играете. Они там публикуются, как только появляются в официальных источниках. И можете ознакомиться с новостями канала. Там публикуется информация о том, какие видео выходили на канале. Это поможет вам их не пропустить. А еще, друзья, на дискорд сервере проводятся розыгрыши среди тех, кто является участниками дискорда. Короче говоря, там огромное-огромное количество разных движух. Заходите на дискордик, регистрируйтесь и давайте будем дружить. Ну что ж, друзья, ожидаем входа в бой. Ну и продолжим тогда, когда мы туда попадем. Итак, друзья мои, чуть более трех минут понадобилось нам для того, чтобы зайти в катку. Это действительно долго, но больше чем уверен, что все это сравняется тогда, когда МТ-42 станет, ну, чутка побольше. Что могу сказать? Машина едет, в принципе, нормально. Не могу сказать, что она летит. Хотелось бы, безусловно, чтобы двигалась машина немножко побыстрее. Но все-таки, ребят, далеко не самый худший вариант. По заявленным цифрам я ожидал худшего. Что касается угла склонения орудия. Сейчас попытаемся заценить его. Ай-яй-яй. Ну, в принципе, неудивительно, что меня пробивают. Потому что, как я говорил, здесь нет брони, в принципе, практически нигде. Машина, ну, не очень хорошо забронированная. Я так понимаю, что от этого будут, будут существенные проблемы в боях. Урон 218 абсолютно нормальный. Он не зашкаливающе большой. В то же время он не сильно маленький. И попытаюсь сейчас каким-то образом свалить отсюда. Ну, просто потому что понимаю, что мы тут вдвоем с легким танком однозначно не вытянем. Точность по орудию довольно неплохая. Единственное, что я так понимаю, что... Сейчас меня будут выносить. Хотелось бы немножко дольше пожить. Рандомный рикошетик. Спасибо большое игре за то, что подкрутило. Не хочется сейчас выходить в ангар. Но, слушайте, время перезарядки действительно очень комфортное. Очень приятное. Так, выцелю. Шикарная точность на дальних расстояниях. Очень приятно отыгрывается. Действительно, очень-очень приятно. Но сейчас прям совсем там доли миллиметра не хватило для того, чтобы закинуть. Так. Попаду? Нет? Блин, ну действительно шикарно, ребят. Первый бой. Серьезно, до этого машину не катал. А специально держал машину в ангаре. Не выкатывал ее оттуда. Ждал начала ивента для того, чтобы все было честно. Чтобы можно было вот так вот, знаете, абсолютно актуально выкатить первый раз данную тачку. Пропусти меня, пожалуйста, немножко вперед. Так. Угол склонения орудия. Бомба. Реально бомба. Действительно отыгрывается классно. Брони, как я говорил, нет. Башню пробивают, пробивают корпус. Подвижность. Несмотря на то, что вроде бы далеко не самое лучшее на уровне, мне ее хватило для того, чтобы свалить в нужный момент, передислоцироваться и занять более выгодные для себя позиции. 1500 единиц нанесенного урона и два сделанных фрага. Но, ребят, давайте будем говорить откровенно. Одна катка, это далеко не показатель, поэтому предлагаю взять машину и запрыгнуть в бой еще раз. Не знаю, сколько времени сейчас займет заход в бой. Я думаю, приблизительно столько же. Надеюсь, немножко меньше. Ну, а пока мы туда заходим, друзья, у вас есть свободное время на то, чтобы абсолютно бесплатно для вас, вы не потеряете ни гроша, подписаться на канал по вот этому желтому шильдику в правом нижнем углу. Как я уже сказал, подписка на канал для вас не будет стоить ровным счетом ничего, а для канала это возможность развиваться, ну и конкурировать с мастодонтами, которые есть уже на ютюбе. Я очень хочу продвигаться вверх в популярности на ютюбе, и мне для этого нужна исключительно ваша поддержка и помощь в виде лайков, подписок, комментариев под видосами. Ну и обязательно, ребят, вашего внимания к моему контенту. Я стараюсь специально для вас. Ну а пока мы ожидаем входа в бой и продолжим, как только туда попадем. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, друзья, попали мы в следующую катку, пришлось немножко подождать, но, по-моему, оно того стоит. Ну а сейчас давайте попробуем сделать те же самые результаты, которые были в первом бою. Вы знаете, нравится мне вот это чувство, когда ты не знаешь, чего тебе ожидать от машины, когда ты к ней еще не привык, когда ты еще на интуитивном каком-то уровне не ощущаешь машину, когда она для тебя вот такая вот машина-сюрприз. На которой ты заезжаешь и думаешь, а что будет сейчас. Когда ты на машине отыграл уже там несколько десятков боев, то и несколько сотен. Понятное дело, что ты ее знаешь как облупленную, знаешь все ее плюсы, знаешь все ее минусы, и она тебя не удивляет. А если ее удивляет, то крайне редко. Ну а данная машина, поскольку является абсолютно новая, мне кажется, будет удивлять долгое время. Так. Type 62. Слушайте, на дальних расстояниях орудие крайне точное. Ну вот действительно, точное, я бы сказал, аж до безобразия. Так, вот этого товарища я не хочу сейчас здесь видеть. Неудивительно, неудивительно, что не пробил. Все-таки магнейт неплохо забронирован, ну а у меня уровень пробития далеко не самый лучший. Так, еще и подпили меня. Ай, как меня разбирают жестко. Так. Жмем быстренько вперед. Ну давай, спускайся. Хочешь пободаться со мной по ДПМу, правильно я понимаю? Спасибо ребятам за то, что меня поддержали. Это было очень-очень приятно. Понятное дело, что я бы сейчас его и сам разобрал, но скорее всего он бы успел дать мне еще одну тычку, но и соответственно уменьшил бы запас моей прочности. Так. Где? Где стоят? А вот ты где. Точность? Точность просто бомба. Действительно, обалденная точность у орудия. Ребятушки золотые, поддержите меня. Подъезжайте, пожалуйста. Попадание. Это не очень хорошо, что попадание, а не пробитие. Хеллкет, зараза, быстро перезаряжается. Понятное дело, что сейчас отправит меня в ангар. Я явно... Ничего себе фортина какая была только что. Боже мой, как мне сейчас фортануло. Неужели еще и в Шкоду закинул? Ну, теперь точно отправляюсь в ангар. Ой, Шкода, господи. ВЗ-шка. Уж больно они похожи со Шкодой Т-45. Ну что, смотрим на результаты. Бодрая машина. Прикольная, интересная. Несмотря на то, что по динамике заявленной вроде бы должна была быть хуже, чем большинство, но передвигается по карте довольно неплохо. 1780 единиц урона практически не потея. И будь немножко получше условия в бою и поменьше вероятности того, что меня будут разбирать. Накосить-то можно и гораздо больше. Доходность по машине, я бы сказал, неплохая. 36 тысяч. И первое место, ребят, в команде по урону. Чего еще желать? Обязательно лайканем ребят из противоположной команды за результаты, которые они дали. Ну и обязательно лайканем наших ребят, которые дали максимальный результат по урону. Действительно, молодцы. Спасибо им большое, что составили мне компанию в данной каточке. Ну и что касается Т-42, потеть или не потеть, безусловно, решать вам. Я лично запотею, потому что очень люблю халявные машины. Ну и понятное дело, что не все до нее доберутся своим ходом. Но в случае, вдруг, если вам эта машина прям сильно-сильно понравится, то ее можно будет докупить за голду. Понятное дело, что сейчас 13750 это очень большая цифра для семерки. Но, ребят, у меня не открыто абсолютно ничего. А вот когда вы пройдете по максимуму цепочку и соберете там, допустим, ну хотя бы 150 тех же самых пригласительных, то дальше докупить будет существенно дешевле. И ценник будет плюс-минус адекватен, как для среднего танка седьмого уровня. Но это мое скромное субъективное мнение. А вы пишите в комментариях обязательно свое. А я побежал снимать для вас новые видео. Для того, чтобы их не пропустить, обязательно подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok